Российская актриса Зоя Бербер уже много лет занимает почетное место одной из самых сексуальных женщин страны. Она проснула знаменитой после роли Леры, оборенной в молодежном ситкоме «Реальные пацаны». Но мало кто знает, что творческая биография звезды начиналась не так феерично. Девушка долгое время искала свой путь, перепробовала много профессий, пытаясь найти себя и даже не мечтала связать свою жизнь с кино. Зоя Рудольфовна Бербер родилась в Перми 1 сентября 1987 года в семье джазового музыканта. Девочку назвали в честь бабушки, а редкая фамилия досталась от деда, грека по национальности. У мамы Зои Бербер немецкие, еврейские и татарские корни. Будучая звезда российского кино хорошо училась в школе с детства, проявляя театральные способности. Без участия Зои не обходилась ни одна школьная постановка. Но тем не менее, стать актрисой девочка не хотела. Как ни странно, мечтой Зои была профессия механика. Мечты мечтами, но после школы Бербер подала документы в хореографическое училище и сразу передумала, забрав заявление о поступлении. В это сложно поверить, но признанная красавица, обладающая модельными параметрами, рост Зои составляет 174 сантиметра, а вес 50 килограмм, и имела комплексы по поводу своей внешности. Девушка откровенно недолюбливала свою фигуру. Вскоре Зоя выбрала для себя специальность портного, поступив в Пермский техникум дизайна. По его окончании Бербер сама пошила джинсовый пиджак, в котором пошла на выпускной вечер. Девушка даже и не думала, что ее биография будет связана с кино. Окончив учебу в техникуме, будущая знаменитость поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры на курс Бориса Мильграма. В 2009 году Зоя Бербер поучаствовала в фестивале «Пространство режиссура», а уже через год сыграла в спектакле «Собиратель пуль». В 2010 году Зоя решила попробовать себя на кастинге многосерийного проекта «Реальные пацаны», который проходил на телеканале ТНТ. Девушка прошла пробы и ее утвердили на роль Леры. Помимо Бербер, режиссер Жанна Кадникова отобрала на главные женские роли Марию, Скорницкую, Валентину, Мазунину, Анну Шепелеву и Марину Федунки. Ради съемок Зоя на время взяла академический отпуск, чтобы не быть ограниченной учебой. Родителям не нравилась эта идея, но с решением дочери пришлось смириться. В новом сериале «Бербер» сыграла девушку из обеспеченной семьи, которая влюбляется в простого парня по имени Коля. Партнером актрисы стал Николай Наумов, известный актер и земляк Зои. Первый сезон «Реальных пацанов» имел невероятный успех, а начинающая актриса в одночасье стала звездой в молодежной аудитории. Режиссеры начали предлагать новые роли в сериалах. Пока в фильмографии Зои Бербер нет киношедевров, но молодая актриса настолько быстро ворвалась на олимп российского кинематографа, что способна задержаться там надолго. Популярность пришла к Бербер в 2-4 года, но по словам актрисы никак на нее не повлияла. Зоя скромна в этом вопросе, полагая, что до всенародной любви ей еще и вовсе далеко, но она планирует идти и развиваться дальше. В 2011 году Бербер попробовала свои силы в работе на студии дубляжа вместе с коллегами. По «Реальным пацанам» Николаем Наумовым, Антоном Богдановым и Владимиром Селивановым, актриса поучаствовала в озвучивании фильма «Чужие на районе». Фантастическая комедия оказалась схожей по тематике с популярным российским сериалом, поэтому голоса полюбившихся артистов звучали в нем и вовсе органично. Новым успешным проектом в кинематографической биографии Зои Бербер стала работа в сериале Первого канала под названием «Фарц». Этот фильм был оценен не только зрительской аудиторией, но и кинокритиками, а роль Нади Востриковой позволила актрисе заявить о себе уже на серьезном профессиональном уровне. В фильмографии артистки имеются и роли в музыкальных клипах. В 2014 году она снялась в резонансном видео «Русский подорожник» российской группы «2517». Сотрудничество продолжилось и в следующем клипе под названием «Новый вирус». Зоя попробовала себя в роли певицы. В съемках видеороликах компанию ей составил российский актер Александр Ламарев. Актриса часто снимается в проектах канала ТНТ. Зоя запомнила зрителям участие в шоу «Импровизация», где выступила в качестве гостя Павла Воли. По версии журнала «Максим Зоя Бербер» заняла пятое место в номинации «Самая сексуальная девушка России». Чему сама удивилась. Формами девушки восхищаются многие мужчины, но сама актриса не спешит появляться перед фотокамерами голой, считая, что подобные методы достижения зрительского интереса и вовсе неприемлемы. Киноактриса не обращает внимания на подобный интерес. К своей персоне в сети Instagram не так часто можно увидеть Зою в купальнике. Но об откровенных фотосессиях и речи быть не может. Бербер – одна из немногих знаменитостей, попавших в рейтинг журнала «Максим», исключительно благодаря своей природной женственности и притягательности без эротических фото в активе. В 2017 году Зоя Бербер рассказала о съемках нового сезона ситкома «Реальные пацаны». По словам актрисы новой серии, любимого телесериала будут яркими и смешными, а зритель увидит умных и харизматичных героев в новых интересных ситуациях. Многие телезрители не раз заявляли, что «Реальные пацаны» им поднадоели, но артистка жестко реагирует на критику картины. Как утверждает Зоя, только немногие актеры получают шанс попасть на такие проекты, в дальнейшем забывая о трудностях восприятия публикой. Когда начинаешь сниматься в подобных проектах, о проблемах, которые возникают в процессе работы со временем, и вовсе забываешь. Если уточнить у большинства актеров, будут ли они вновь участвовать в съемках, многие скажут «Да, у меня за 7-8 лет съемок в ситкоме усталость не появилась», отмечает актриса, комментируя работу в популярном сериале. А вот личная жизнь Зои Бербера кутана тайной. Актриса не комментирует отношения с мужчинами. Одно время Зои Бербер приписывали роман с партнером по сериалу «Реальные пацаны» Николаем Наумовым, но актриса никак не комментировала слухи о личной жизни, не подтверждая и не опровергая данную информацию. Позже звезда подтвердила, что роман на съемочной площадке все же был. Но избранником Зои стал вовсе не Наумов, а сценарист «Реальных пацанов» Александр Синегузов. Молодой человек приехал в Москву из Щиты, со временем он стал лучшим другом Николая. Девушка долгое время не афишировала данные отношения, тем не менее в марте 2015 года в сети появилась новость о том, что Зоя Бербер беременна, но раскрывать имя отца ребенка актриса наотрез отказывалась. О том, что отцом ребенка является Александр Синегузов, в интервью представителям прессы рассказал актер Антон Богданов, коллега Зоя по «Реальным пацанам». Тем самым Богданов развеял домыслы о том, что беременность актрисы выдуманная, и что это только пиар-ход для раскручивания сериала «Фарца». Гражданский муж Зои Бербер, Александр Синегузов, до сериала «Реальные пацаны» работал сценаристом КВН. 29 июня 2015 года стало известно, что Бербер стала мамой очаровательной малышки. Дочь назвали Надеждой. Вслед за Лерой, а Бориной, своей героиней Зои, тоже нашла свое счастье. Тем не менее, в пророчестве актриса не верит, но не удивляется, что события, представленные в сериале «Реальные пацаны», переносятся в ее настоящую жизнь. «В пророчество не верю, тем более, что в сериале у меня мальчик Миша, а в жизни девочка Надя. Быть мамой – это большое счастье, несравнимое ни с чем на свете. Вместе с тем, концентрироваться только на роли мамы не хотелось. Поэтому сразу после рождения дочки я стала получать новые предложения. И сегодня, когда я востребована в кино, мне хотелось бы брать очередную паузу, пусть и связанную с таким счастливым событием. «Все, что мне сегодня нужно – побольше работы», – рассказала Зоя Бербер. Актриса считает, что семья и дети – главное в жизни, а ссоры, которые возникают в процессе общения с любимым человеком, не могут стать препятствием на пути к счастью. «В семейной жизни ничего нельзя пускать на самотек. Нужно постоянно разговаривать обо всем, даже о мелочах. Нужно находить причину постоянных ссор», – считает молодая актриса. Интересно, что себя Зоя считает лентяйкой. Утверждая, что ей не раз доводилось бороться с отсутствием трудолюбия. По мнению Бербера, лень – сильный враг, негативный фактор. Она приводит к проблемам в будущем, например, к депрессиям, способным появлять на общее состояние человека. Актриса продолжает участвовать в съемках фильмов «И сегодня». Помимо работы в шестом сезоне «Реальных пацанов», актриса получила главную роль в комедии «Счастье-здоровье». В киноленте описывается событие, произошедшее на трех свадьбах – русской, татарской и армянской, которые праздновались одновременно. Помимо Зои, в главных ролях снялись Камиль Ларин, Марина Федункев, Наталья Рудова, Данил Вахрушев. Вторая значимая работа 2018 года – главный женский образ в сериале «Проспекты», где ее партнером по кадру стал Павел Прилучный. Героиня Зои Света – бывшая жена спецназовца Юры. Не выдержав его длительной командировки, в горячую точку уходит в бизнесмену. Съемки боевика еще не закончились. Премьера ожидается в 2019 году.